Время новостей Доступ к большегрузам в Череповец закрыт. Больше 6 тонн на ось и значит въезд в город запрещен. Почему и зачем сегодня выясняли Анатолий Холин и Иван Бурыкин. Первый случай укуса клеща на Волокочине уже зафиксирован. Перед началом дачного сезона десятки людей начали проходить вакцинацию. Готовы ли к сезону клещи медики и администрация города узнавала Ольга Амелина. Накануне ночи мужчина сам потушил пожар в собственной квартире. Есть пострадавшие. В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты. Подробности в новостях на Первом городском. Итак, грузовикам здесь не место. Временно. Все Череповецкие улицы закрыты для проезда большегрузов. В мэрии подписали постановление. И теперь автомобили, у которых нагрузка на одну ось превышает 6 тонн, либо не будут проезжать по городу, либо будут платить за проезд. Кто доставит продукты в наши магазины и зачем каждый год предпринимаются такие меры, выяснял Иван Бурыкин. Дороги в межсезонье подвергаются особенным нагрузкам. Дело не только в растущем количестве транспорта. Сейчас днем плюс, а ночью минус. Вода в трещинах покрытия расширяется. И каждое утро для череповецких автомобилистов начинается со знакомства с новыми ямами. Чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на дороги, власти города традиционно объявляют. Тяжелым автомобилям лучше пока постоять в гараже. Или оплатить свой проезд. Ограничение касается машин, у которых нагрузка на одну ось превышает 6 тонн. Прежде всего оно относится к транзитным автопоездам. Тех, которые не объезжают череповец, а буквально несутся напрямик, чтобы сэкономить бензин. От таких вреда особенно много. Но и остальные тяжеловозы вносят немалую лепту в разрушение асфальтового полотна. Это сделано для того, чтобы грунт устоялся в период таяния снега, в период движения грунтовых вод. И прежде всего направлено на то, чтобы не разрушались дороги, как города Череповца, то есть от большегрузного транспорта. Запрет не просто на бумаге. Тех, кто рискует оставить череповчан без дорог, ждет суровое наказание. В случае, если данные транспортные средства будут превышать данную осевую нагрузку, то к ним будет применена санкция статьи 12.21. Там штраф варьируется от 2,5 тысяч рублей, либо лишение права управления для водителей транспортных средств, либо же до 500 тысяч рублей в отношении юридических лиц, вина которых будет установлена в этом правонарушении. Решение о запрете на въезд в город тяжелых машин принимается каждый год. Вскоре, 12 апреля, для большегрузов перекроют дороги района и всей области. Власти заявляют, что продовольственной безопасности Череповца ничего не угрожает. Постановление не касается транспорта, который перевозит продукты. Также в списке исключений машиночрезвычайных служб автобуса. Чтобы оценить воздействие многотонного транспорта на состояние дорог, сегодня мы приехали на эту остановку на набережной улицы. Асфальт здесь относительно свежий, но автобусы уже успели продавить колею. Получить право проезда на этот период все-таки можно, правда на платной основе. Эти деньги пойдут в бюджет, откуда их направят, в том числе и на ремонт дорог. А запрет снимут в конце месяца, 30 апреля. Череповчанин сегодня получил тяжелейшие травмы. В результате аварии ДТП произошло около 4 часов дня на северной автодороге в районе моста через реку Кошта. Там столкнулись два автомобиля – КамАЗ и Хиндай Лантра. Больший груз двигался в сторону трассы, а легковушка направлялась в сторону города. По предварительной версии водитель иномарки не справился с управлением, выехал в КамАЗ. И после этого легковушку отбросило на световую опору. Переднюю часть автомобиля сильно смяло. В машине находился один водитель. Из-за искореженной груды металла его доставали сотрудники службы пожаротушения. В машине скорой медработники поставили предварительный диагноз. Открытая черепно-мозговая травма, открытый и закрытый перелом бедер. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах аварии. По одной из версий, мужчина мог превысить скорость, двигаясь по этому участку дороги. На данном участке ограничения имеются скоростного режима. Мост через реку Кошту находится в аварийном состоянии. Объезд осуществляется по другому мосту. Знаки имеются. Поэтому причина, почему не снизил скорость водителя, совершил столкновение, пока не готово сказать. Причины и условия будут установлены в рамках уголовного дела. Ситуацию на дорогах. Дорожный травматизм обсуждали сегодня на заседании правительства области. Губернатор потребовал усилить меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних вологжан. За два последних месяца в Вологодской области растет число несчастных случаев и гибели малолетних вологжан. Уже с начала года произошло 36 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб, 38 получили ранения. Губернатор поручил своему заместителю Олегу Васильеву рассмотреть вопросы обеспечения безопасности детей на ближайшем заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних. Отдельный акцент глава региона сделал на проверке школьных автобусов совместно с ГИБДД. В связи с тем, что ситуация вызывает нашу тревогу, поручаю полномоченному при губернаторе области по правам ребенка Смирной Ольге Александровне провести проверки по каждому происшествию, связанному с несовершеннолетними, и принять немедленные меры реагирования. Департаменту образования области во всех образовательных организациях области провести профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей во время проведения учебных занятий и во внеурочное время. Трагедия на рыбалке. Пенсионер погиб на Рыбинском водохранилище в пятницу. Он ушел рыбачить в районе базы отдыха городича, а в субботу родственники обратились за помощью к спасателям. В субботу мы обнаружили место провала рыбака под лед, подняли утонувшего на поверхность и передали сотрудникам УМВД. То есть ходить на рыбалку сейчас в тех районах однозначно нельзя. Весь лед в промоенных, хотя были в одиночку. Это, конечно, все это привело к несчастному случаю. Для обследования использовали судно на воздушной подушке. Затем на место трагедии приехали водолазы с оборудованием. Специалисты настойчиво рекомендуют не выходить на лед. На Рыбинском водохранилище он ослаблен течением до Вичелова. Относительно безопасен выход на лед рядом с Мяксой. В Череповце такой же крепкий лед остался у судоремонтного завода. Выходить на фарватер ягрбы запрещено. Там, где можно, спасатели сейчас ломают кромку льда. Два килограмма наркотиков изъяли в Череповце. Сотрудники наркоконтроля задержали преступную группу, в которую входило семь человек. Оперативники полгода устанавливали всю цепочку криминального бизнеса. Как оказалось, предприимчивые череповчане торговали зельем через интернет и, более того, активно рекламировали запрещенный товар. Условия приобретения и предложения для желающих быстро заработать на его распространении размещались на различных сайтах. Наркотики передавались покупателям через тайники. В начале апреля сотрудники наркоконтроля провели спецоперацию. Были задержаны семь членов группы. Это организаторы, диспетчеры и закладчики. На квартире, которая была базой для хранения и расфасовки зелья, нашли более двух килограммов нескольких видов синтетических наркотиков. Все интернет-ресурсы, через которые велась торговля запрещенным товаром, сейчас закрыты. Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Мужчина своими силами потушил пожар в собственной квартире. ЧП произошло накануне ночью на пятом этаже 16-этажки на улице Набережной. Известно, что хозяина двухкомнатной квартиры в этот момент не было дома. Дым заметили жильцы верхних этажей, они и вызвали пожарных. На место ЧП огнеборцы прибыли уже через 4 минуты, однако спецтехника не понадобилась. К этому моменту хозяин квартиры уже вернулся домой и успел потушить пожар самостоятельно. По словам специалистов, мужчина боролся со стихией подручными средствами. Как оказалось, возгорание произошло на кухне. Огонь уничтожил внутреннюю отделку, бытовую технику. Добавлю, что в результате пожара погиб хозяйский пес. Известно, что квартира не была застрахована. Ущерб и причины возгорания сейчас устанавливаются. Причина пожара электротехническая. Сейчас в настоящее время дознаватель работает с управляющей компанией по выяснению причин. Одна из версий – это короткое замыкание в холодильнике. Вторая версия, которая привела к замыканию холодильника – это электротехническая по причине короткого замыкания в щите, который находится на этаже. Более тысячи деревьев обрежут в городе до конца апреля. Об этом заявил сегодня замначальник департамента ЖКХ Олег Красников. Работы начались еще в феврале. Их интенсивность зависит от погодных условий. Сегодня продолжаются работы на улицах Лейна, Архангельской, Краснодонцев. Практически полностью подстрижены деревья на строителей Столевара в Бабушкино-Милюте на Дзержинского. Осенью приведут в ухоженный вид еще 1368 деревьев. Список улиц определяют в сентябре. Работы продлятся с 1 октября по 15 декабря. Коммунальщики говорят, что цель обрезки не только благоустройство, но и забота о деревьях. Каждый садовод знает, что после такой процедуры растения становятся крепче и здоровее. Череповец не досчитается летних кафе. Конкурс на право размещения подобных заведений на территории города признан несостоявшимся. Об этом сегодня нам рассказали в мэрии. Лоты, согласно закону, распределены среди немногочисленных претендентов. Конкурс родился в этом году только на 2015 год, в силу изменения федерального законодательства. Скорее всего, ввиду этого у нас и такая невостребованность конкурса данного, что у нас по двум годам заявок не поступило. Ну и кроме того, нестабильная финансово-экономическая ситуация, когда доходы населения не растут, как минимум не растут. Скорее всего, предприниматели оценили свои риски и не подали заявки на еще два лота. Из пяти предложенных городскими властями площадок оказались востребованными только три. Летнее кафе появится на Зашекснинском пляже, Советском проспекте у дома номер 81, а также на проспекте Победы у дома номер 100. Эти заведения пополняют городскую казну на 300 тысяч рублей. Оборудовать территорию Зареченского пляжа по традиции желающих не нашлось. Поставать будет и участок по проспекту Победы у дома номер 60. Сезон массовой вакцинации против клещевого энцефалита стартовал на Вологодчине. По прогнозам специалистов, до начала активности паразитов осталось около месяца. Однако первый случай обращения к медикам в этом году уже зафиксирован. Житель Тарнакского района пострадал от укуса клеща. Не поздно ли еще сделать прививку, знает Ольга Амелина. На данный момент у нас есть два вида клещевой вакцины – сухая и жидкая. Жидкая используется с года до 16 лет. А вот растворимая подойдет и взрослым. В остальном они идентичны и взаимозаменяемы, рассказывают медики. Большинство людей достаточно двух таких прививок с интервалом в один месяц. Однако иммунитет к энцефалиту появляется не сразу, предупреждают врачи. Поэтому вакцинацию лучше закончить за две недели до начала активности клещей. Как зафиксировали специалисты, как только температура воздуха достигает 5 градусов, клещи начинают просыпаться. В этом году теплая погода на Вологодчину пришла довольно рано. И около недели назад в Тарнакском районе уже зафиксировали первый случай укуса. Для ежегодной иммунизации департамент здравоохранения закупил около 7 тысяч доз вакцины. Этого хватит, чтобы бесплатно привить группы риска работников леса и сельского хозяйства. Кроме того, лекарства должны получить студенты-практиканты и школьники, которые собираются выезжать в летние лагеря. Остальные при желании смогут купить вакцину самостоятельно. Если такая беда случилась, то обязательно надо как можно раньше обратиться в медицинское учреждение за помощью. Здесь играет роль своевременность обращения больного, к которому вот такое несчастье произошло, присосался клещ. Однако медики предупреждают, прививок от самих клещей не существует. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. По прогнозам специалистов, сезон активности клещей придется на май и июнь, когда столбик термометра резко устремится вверх. В прошлом году в это время к медикам обратилось 11 тысяч человек. Почти 50 из них поставили диагноз энцефалит. Новости на канале 12 еще не все. Смотрите во второй части. Во власти танца в областной столице прошел очередной тур конкурса «Танцплантация». К креативности его участников вместе с жюри и болельщиками удивлялся Евгений Осколков. Строительство новой школы в Зажигсинском районе Череповца может начаться в следующем году. Заявка в специальную программу «Город уже подал». Ждем одобрения президента. Об этом и не только после короткой рекламы. Она быстро пройдет. Аптово розничный склад «Ресурс» предлагает все для дачи и загородного дома. Колодезные насосы, станции водоснабжения, шланги, биодуалеты, крепеж и метизы, сухие смеси, керметики, ручной, бенза и электроинструмент. Все в наличии. Аптовый склад «Ресурс». Металистов 28. В апреле в магазине «Полмастер» «Линолеум» с пожарной безопасностью класса КМ-2 по цене 380 рублей за квадратный метр. Магазин «Полмастер». Телефон 320-330. Торопись, честной народ! Пасхальная ярмарка зовет! Расписные куличи и сладости, белорусские колбасы и рыбные деликатесы. Товары для садоводов. Впервые кондитерская фабрика «Мира слада». Ждем вас на ярмарке с 6 по 9 апреля в СКЗ «Алмаз». Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победа 95. Телефон 5208-32. Торопись, честной народ! Пасхальная ярмарка зовет! Расписные куличи и сладости, белорусские колбасы и рыбные деликатесы. Товары для садоводов. Впервые кондитерская фабрика «Мира слада». Ждем вас на ярмарке с 6 по 9 апреля в СКЗ «Алмаз». 24 мая. Рок-фестиваль «Время колокольчиков». С участием группы «Чишекомпания». Не дают кредит. Я же говорила, про бизнес идти надо. А мы даем кредиты. Про Бизнес Банк. 67 50 50. Салон меха и кожи «Олфурс» объявляет акцию. Скидка 30% на шубы и дубленки и скидка 15% на новую весеннюю коллекцию. Череповец, торговый центр «Новый век», второй этаж. Салон кожи и меха «Олфурс». Хороших дверей для вас еще больше. Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери. То, что вам надо. Проспект Победы 105, Ленина 92 и Октябрьский 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. Возвращаемся к новостям. 22 череповецких ветерана получили сегодня юбилейные медали к 70-летию Великой Победы. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Строитель». Рада за то, что нас не забывают этот самый стариков. И все же нам сейчас уже жить стало бы фактически лучше. Только здоровее теперь уже не стало. Для ветеранов Великой Отечественной войны выступили творческие коллективы города. Военные песни подпевали всем залом. Однако на концерт смогли прийти не все. По словам организаторов, получить юбилейные медали должны были 50 человек. Тех, кого не удалось наградить сегодня, без медали не останутся, уверяет заместитель председателя законодательного собрания области Алексей Канаев. Участников Великой Отечественной войны представители власти придут в гости. На мой взгляд, очень важно сохранить историческую память о войне. Важно, чтобы именно очевидцы имели возможность рассказать своим детям, внукам, правнукам уже о том, что происходило. И мы должны сделать все возможное, чтобы наши ветераны жили как можно дольше и как можно счастливее. Больше 80 участников и 4 этапа лучшего чтеца выбирают в Череповце среди воспитанников детских садов. В городе стартовал конкурс «Как прекрасен этот мир». Как на Даниле бои на свете, идут солдаты и малые дети. Что не темя, когда их бутся снарядами. Насколько плачут, и плачут комбаты. Конкурс на лучшее прочтение произведения среди воспитанников детских садов в Череповце проводится пятый год подряд. Уже традиционной площадкой для состязания стал детский сад номер 38. Конкурсом пришествовала большая подготовительная работа. С детьми занимались педагоги, логопеды. Активное участие принимали и родители. В этом году заявку на участие подали представители 80 дошкольных учреждений. Впервые к проекту присоединились и детские сады Череповецкого района. Заслушать участников конкурсная комиссия будет в течение двух дней. А в финале будет 20 человек лучших чечецов. Они поборются за звание лучшего. Это, конечно, не такой простой конкурс, конкурс чечецов. Это, конечно, и заслуга педагогов, и работа большая. Чтобы каждого ребенка именно подготовить, выбрать конкретно для каждого ребенка то стихотворение, которое ему подходит, которое он сможет прочитать. И, конечно, у педагогов это большая работа. Федеральная программа модернизации общеобразовательных школ должна помочь Череповцу. Сейчас она рассматривается в проверке страны и ждет одобрения президента РФ. Об этом напомнили чиновники от образования. Череповец подал заявку на строительство новой общеобразовательной школы в Зашекснинском районе в рамках реализации этой программы. Тему детально обсудили на градостроительном совете. Если федеральное средство выделят, уже в 2016 году в 112 микрорайоне города может начаться строительство. Сейчас проблема с нехваткой школ стоит особенно остро за Шексной, где проживает много молодых семей с детьми. Если вопрос с местами в детских садах уже удалось урегулировать, то поступление в начальную и среднюю школы пока остается проблематичным. Мы очень надеемся, что данная программа будет принята и город Череповец обязательно получит федеральные средства на строительство данного учреждения. Хотелось бы, чтобы данная программа была принята в 2015 году. Вообще планируется 2016-2017 год. Министерство образования и науки РФ регламентировало ежедневную школьную нагрузку у учащихся первых классов. Должно быть не более 4 уроков в день для учеников 2-4 классов. Допустимо, не более 5 уроков в день. С 7 по 11 класс не более 7 уроков в день. Родителям школьников предстоит стать непосредственными участниками образовательного процесса и определять, какие занятия будут посещать их дети. Ну а все подробности читайте в газете «Голос Череповца». «Танцуют все» в областной столице прошел заключительный отборочный тур конкурса «Танц-плантация». Напомним, он стартовал еще в декабре. За это время к марафону присоединились сотни школьников. Нет, но только лучшие из них получили путевки в суперфинал. Список участников накануне пополнили еще две команды о юных танцорах, которые уже могут дать фору профессионалам, расскажут мои вологодские коллеги. Уж чего-чего, а стеснению на этом паркете точно не было места. А вот раскованности хоть отбавляй. В очередном туре «Танц-плантации» в этот раз сошлись школьники многопрофильного лицея. И через танцы доказали, в их жизни есть место не только для учебы. Наставниками стали сами родители. Три месяца готовились, ну три. Два раза в неделю, по полтора часа. И, конечно же, мы победим. Конечно, суперфеды. Это третий А. Наш любимый третий А. И пока папы занимались физической подготовкой танцоров, мамы до мелочей продумывали их образы. В тренде оказались исключительно яркие цвета. Наша команда называется «Радуга». Видите, мы стикеры наклеили, у всех разноцветные наклейки на руках. И мы все в разных футболках. И, конечно, наш главный элемент – мамы, родители, дети. И мамы. У нас такой красивый фонтанчик из «Радуги». А дальше дело за малым – показать то, чему так долго вместе учились. И если одни решили срывать овации командным выступлением, то другие – за счет индивидуального мастерства. Сначала я просто начинаю дозвать куски. А потом ты слышишь музыку, тебя прям бодражат, и тебя ноги самоводятся просто. Ты думаешь, что делать. А только думаешь, что дело уже делать. Самая сложная задача выбрать лучших досталась жюри. Жаркие споры начались еще за судейскими столиками и продолжились в совещательной комнате. Я сразу же после второго танца сказала, что я в домике. Это очень сложно. Мы сейчас пошли обсуждать. И как определить сильнейшего, не знаю. И пока судьи совещались, болельщики устоять на месте не смогли. Ожидание результатов постепенно переросло еще в один конкурс. На этот раз среди родителей. Праздник должно быть очень весело, поэтому устоять на месте невозможно. Педагоги в движениях оказались чуть сдержаннее, но своих эмоций не скрывали. Из-за своих воспитанников болели ничуть не меньше их родителей. Ведь основная часть подготовки к танцевальному марафону проходила именно в школьных стенах. Такая физическая активность идет на плюс детям. Это объединяет коллектив. И вот этого задора, этой энергии хватит, думаю, как раз для следующего времени, когда пойдет очередной этап на всплантации. А следующий этап уже не за горами. 16 мая в Вологе состоится грандиозный финал. На одной площадке встретятся лучшие команды из разных школ. Лидеры борьбу продолжат уже в Череповце. На региональном этапе танцплантации. О спорте. Волейбольная команда «Северянка» по-прежнему непобедима на своей площадке в этом сезоне. Причем победное настроение подхватили молодые волейболистки. В первом матче против нижегородской «Спарты» тренеры рискнули выпустить на площадку молодежный состав. Тренерский штаб «Северянки» решился на смелый шаг. На очередной матч чемпионата высшей лиги А против нижегородской «Спарты» вышли только несколько игроков основного состава. А остальные были волейболистки из молодежной команды. Главный тренер «Северянки» Александр Перепелкин поудобнее устроился на трибуне. Руководил командой тренер молодежки Захар Пилипенко. В первой партии череповчанки сыграли робко и уступили 14-25. Однако затем была совсем другая игра. На площадку уходили всего две-три опытные волейболистки – Екатерина Старикова, Елена Вартынова и Юлия Григорьева. Надежность защиты обеспечивала либера Дарья Чукризова. И три последующие партии череповчанки уже доминировали и взяли в них верх, а следовательно победили в матче 3-1. Им практически все удалось. Были какие-то погрешности. И когда пришлось выпустить Захара Владимировича Пилипенко, девчонок с первой команды, которые вовремя вошли в игру и помогли выиграть вчера. На следующий день хозяйки зала вышли уже на игру основным составом. Тем не менее, гости пытались навязать борьбу и в середине сета даже выиграли 7 очков подряд. Но запаса прочности «Северянкам» хватило, чтобы догнать и перегнать. В итоге 25-22 – первая партия за хозяйками зала. Во втором сете преимущество «Северянки» было уже неоспоримым 25-15. Далее череповецкая команда спокойно довела матч до победы. Уже 14-й в этом сезоне. Хороший подарок на день рождения центральной блокирующей команды Марии Воноговой. Очень волнительно. Хотелось сыграть, конечно, лучше всех. Лучше сыграть хотелось, чем сыграла. Но получилось, как получилось. Всегда с удовольствием выхожу на площадку и стараюсь показать лучший результат. Но главные поздравления впереди. В ближайшие выходные «Северянка» сыграет последние матчи сезона. Соперником будет «Олимп» из Новосибирской области. Есть возможность установить клубный рекорд, выиграть все домашние матчи сезона. А сразу после завершения игры 12 апреля состоится церемония награждения волейболисток с золотыми медалями чемпионок России. У православных сегодня началась страстная седмица. Это последняя неделя перед Пасхой. Время наиболее строгого поста. А сегодня с утра во всех храмах шли богослужения. На этой неделе верующим предписывается не только ограничение в еде. Под запретом все, что связано с весельем. Пение, танцы, праздники. Кроме того, нельзя отказывать людям, которые обращаются за помощью. Все дни страстной недели называются великими и у каждого свои ритуалы. В понедельник, вторник, среду обычно начинают наводить порядок в доме, избавляться от мусора. В четверг его традиционно называют чистым. Принято делать генеральную уборку и обязательно нужно самому искупаться. А также начинать готовить пасхальный стол, крашеные яйца, куличи и Пасху. Все это в субботу православную понесут в церковь на освящение. Завершается седмица наступлением праздника – воскресенье Христово. Но еще об одном. Весна все больше ощущается. С каждым днем и с раннего утра поют птицы. А вот такую картину мы наблюдали сегодня на соборной горке, недалеко от храма. Два полосатых пушистых котенка безмятежно играли на газоне, где совсем недавно лежал снег. И этим обращали на себя внимание прохожих. Конечно, поднимали всем настроение. Синоптики на этой неделе обещают плюсовые температуры каждый день и ниже плюс 5 градусов тепла. Возможно, небольшие осадки. По ночам 0, минус 1. Еще теплее будет на Пасху. А в будущее воскресенье, а в следующий понедельник до плюс 13. Так что скоро на таких серых лужайках появятся и цветы мать и мачьи. Ну а сразу после прогноза погоды боевые девчата в сериалах «Ее звали Никита» и «Шпионка». На сегодня у меня все новости. Еще больше их на нашем сайте 35media.ru